Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии для вас работают Сергей Уланов и Марина Горбук. И в начале выпуска коротко о главных событиях этого дня. В Казахстане законодательно минимизируют риски дольщиков. Гарантирование вкладов станет основным условием долевого жилищного строительства. В Уральске цены на овощи бьют рекорды. Почему некогда дешевые витамины становятся недоступными и действуют ли местные теплицы? Попытался разобраться Роман Копняев. Совсем скоро в стране перестанут функционировать детские дома. Казахстанцы перейдут на патронатное воспитание. Уральцы празднуют широкую Масленицу и готовятся к проводам зимы. Во время своего рабочего визита в Уральск глава государства Нурсултан Азарбаев посетил республиканский форум Ассамблей народа Казахстана «Наша сила в единстве», посвященный 25-летию независимости республики. В рамках форума состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов этнокультурных объединений. В мероприятии приняли участие порядка 3000 человек, среди которых представители республиканских и региональных этнокультурных объединений, а также представители научной и творческой интеллигенции и молодежь. Казахстан Республиканский президент Вельваса, Казахстан Халха Ассамблея Турагаса Нурсултан Азарбаев. В самом начале своего выступления глава государства заявил, что за время существования Ассамблеи народа Казахстана по-настоящему сблизила все этносы Казахстана и показала лучшее, что есть. Весь народ, проживающий в стране, активно принимает участие в праздничных мероприятиях, организованные этнокультурными объединениями. Сегодня в Казахстане жить очень комфортно, отметил Ельбасе. Это общий, современный и безопасный дом. Мы вместе создаем семьи, работаем, празднуем, строим будущее для наших детей и внуков. Казахстанцы разных этносов, единой семьей вносят свой труд, вкладывают душу в саму судьбу процветания нашей Родины. Наш народ по праву может гордиться уникальной политикой мира согласия, способностью к дружелюбному соседству, стремлением к стабильности и спокойствию. И действительно, все народы Казахстана на себе почувствовали, что сегодня в нашей стране жить комфортно и безопасно, а все благодаря мудрой политике президента. Представители некоренной национальности, выступая перед главой государства, выразили ему огромную благодарность за стабильность и возможность самореализации. Глава государства призвал всех делать только добро и помогать друг другу. Он выразил благодарность всему народу за доверие, а также отметил, что западный регион насыщен трудолюбивыми и талантливыми людьми. Все казахстанцы, со слов лидера нации, сумели создать особый дух единства, мира, спокойствия, счастья и добра. А что может быть лучше для человека? И в этом немалая заслуга Ассамблей народа Казахстана. В Казахстане комфортно жить, учиться, работать, воспитывать детей. Это все наш общий дом и будущее зависит от нас. Это современный безопасный общий дом, который мы строим, в котором для представителей 100 этносов, 17 конфессий, созданные все условия для комфортной жизни. Все они изучают родной язык, историю, обращаются к своей вере, чтут национальные традиции и обычаи. Ассамблея стала уделять большое внимание молодежи. Даже в вопросах мелких конфликтов между ними помогают. Споры стараются урегулировать путем медиации. А такая работа очень важна. Ведь даже животным, как и человеку, свойственно чувство помощи и сострадания. В пример, лидер нации привел одно наблюдение. Не так давно ученые заинтересовались, почему стаи птиц на юг улетают именно клином. Ответ оказался прост. Оказывается, впереди летящая птица своими крыльями создает такой мощный летящий поток воздуха, который на 50% помогает лететь сзади летящим птицам. Вы посмотрите, как это в природе. А мы же люди, и мы это больше ощущаем. И мы знаем, что помогать друг другу и только так двигаться вперед, насколько важно и интересно. Мы живем, делая добро друг другу, помогая друг другу. Это священное дело. Это Богу угодное, благородное дело. После выступления главы государства состоялся масштабный концерт с участием представителей всех этнокультурных объединений. В завершение республиканского форума Ельбасы призвал всех пойти на выборы. Ведь это обязанность каждого гражданина. И явка имеет огромное значение. Олег Великий, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Казахстане законодательно минимизируют риски дольщиков. Гарантирование долевых вкладов будет основным условием организации долевого жилищного строительства. Для этого застройщик должен создать уполномоченную компанию. Об этом в ходе презентации соответствующего законопроекта на пленарном заседании Сената парламента сообщил первый заместитель министра национальной экономики РК Марат Кусаинов. Дольщики защищены в полной мере, в новом законе, да, присмотрены механизмы защиты дольщиков. Это значит, первый способ, это через фонд. Фонд гарантирует вклады дольщиков. То есть, в случае, если застройщик не достраивает дом, то фонд берет на себя обязанность по достройке этого дома и передаче доли дольщикам. Понимаете, фонд берет на себя такие гарантии. Бизнес предлагает лишить монополию РГП госэкспертиза. Об этом стало известно на заседании Палаты предпринимателей. К слову, сегодня портал государственной экспертизы содержит информацию о четырех частных экспертных компаниях, которые не являются членами Палаты экспертных организаций. Эта проблема сдерживает реализацию проектов не только в сфере жилищного строительства, но и существенно тормозит любой бизнес, связанный с возведением промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и торговых объектов. Бизнес давно предлагал лишить монополии РГП госэкспертиза, который оказывает платные услуги бизнесу по выдаче экспертных заключений на строительство объектов, является абсолютным монополистом в данной сфере и предъявляет малому и среднему бизнесу совершенно неадекватные расценки за свои услуги, нередко исчисляющиеся в миллионах тенге, заверяют бизнесмены. Это при том, что в стране работают десятки частных организаций по выдаче заключений, эксперты которых имеют официальные лицензии на оказание данных услуг. Там аналогичная услуга обходится в три, а то и в пять раз дешевле. В настоящее время на портале зарегистрированы только четыре экспертные организации, и только у них есть право на предоставление экспертных заключений через единый портал. Остальные экспертные организации столкнулись с проблемой не только регистрации на портале, которая занимает не одну неделю, но и с тем, что многие заказчики расторгают договора с экспертными организациями, которые еще не попали в портал. Главное, субъект государственной монополии ввел единый портал экспертизы, при этом уверяя, что интеграция в информационную систему РГП будет осуществляться бесплатно. Но по словам бизнесменов, сумма за установку программного обеспечения для интеграции в информационную систему госэкспертизы сегодня составляет от 900 тысяч до 10 миллионов тенге, которая для некоторых частных организаций является неподъемной, ведь это даже при нынешнем курсе 30 тысяч долларов. Они собираются ввести портал и получать за это деньги. Это стоит для каждой экспертной организации от 7 до 9 миллионов. Понимаете, да? Минуточку. Ничего подобного. Мы видели уже тексты договоров, и затем они пытаются еще внедрить систему проверки, понимаете? То есть любой проектировщик, подавая на портал свои проектные материалы, вроде бы должен сперва пройти проверку госэкспертизы, прежде чем этот проект попадет в частную экспертизу, понимаете? То есть здесь вот вообще вот вопреки указаниям главы государства, вопреки требованиям бизнеса общества, значит, комитет по делам строительства, и подведомственными экспертизами делают все, чтобы монополизировать и дальше эту сферу. Понимаете? Этому надо положить конец. Много вопросов вызывает соглашение, в котором говорится, что оператор единого портала госэкспертизы имеет доступ к информации, которая является коммерческой тайной. Данная среда является конкурентной, и нельзя допускать, чтобы конфиденциальная информация была доступна широкому кругу лиц. Учитывая это, предприниматели предложили вести работу на бумажных носителях. Но, по словам представителей госэкспертизы, работа ведется по принципу одного окна и исключительно на информационных системах. Им все равно это придется покупать. Но это им надо было разработать для себя. Для себя, чтобы минимально соответствовать требованиям и уровню сегодняшнего дня. А не опускаться, опять... Они говорят сейчас, опять на бумажном носителе все это таскать, давайте мы будем принимать. Ну зачем нам уходить обратно в каменный век? Самое печальное то, что частные экспертные организации не могут получить аккредитацию при местных управлениях государственного архитектурно-строительного контроля, что лишает их заключения юридической силы. Тем самым их лицензии теряют смысл. Это очередной пример вмешательства госпредприятий в конкурентную среду и административного выдавливания частного бизнеса из конкретного сектора услуг, уверены предприниматели. Болжан Шайхмед, Ханизат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В Уральске резко выросла в цене овощная продукция. Продавцы кивают на поставщиков и ссылаются на отсутствие местной продукции, выращенной в теплицах. В городском отделе сельского хозяйства отметили, что с нового года отменены субсидии, которые раньше получали растеневоды. Ранняя весна радует гаражам тёплой погодой, но огорчает высокими ценами. Разноцветные прилавки с овощной продукцией люди обходят стороной. В этом году овощная и витаминная продукция бьёт все рекорды. Если огурцы можно купить за тысячу, тенге за килограмм, то вот, например, перец стоит 1700 за один килограмм. Сейчас в области для обеспечения внутреннего рынка овощами в межсезонный период имеется 62 теплицы общей площадью почти 25 тысяч квадратных метров. За год в них произведено 314 тонн овощей. Но на рынках по-прежнему преобладают привозные огурцы и помидоры. На территории города у нас сейчас действует 8 тепличных хозяйств. Но данные теплицы, они не промышленного характера, они максимум 2000 квадратов. У кого-то там 1000 квадратов. Поэтому такого большого у них объёма именно тепличных продукций у них сейчас нет. В отделе сельского хозяйства отметили, что в теплицах первый урожай этого года подоспеет к концу марта – началу апреля. Поэтому цены сейчас диктуют заезжие торговцы. Из Самары везут. Дают по 1000 тенге огурцы. Зелень тоже дорого дают. Возмущаются. Мы сами возмущаемся, что очень это дорого. Люди уже не удивляются, глядя на ценники, которые меняются только в сторону увеличения. Они просто ограничивают потребление. Сильно дорого подняли. Всё не то, что это. Всё подняли. А мы бабуль на пенсии работаем. Работы нет. Съедим. А что пенсию получим, мы её всё раздаём. Придёшь, вот сейчас наберёшь, и всё, и нечего больше. Я получаю до 30 тысяч. А за питание, за лекарство не хватает. Огурцы я не покупаю. Помидоры не покупаю. Дорого. Очень дорого. Поэтому картошку я покупаю дешёвую, когда с мешками. А так я не покупаю. Апельсин сейчас дорого. Да всё дорого. В Акимате города отметили, что ещё одна проблема – это сокращение субсидий в сфере растениеводства. На 16-й год по линии животноводства субсидий они остаются в прежних объёмах. По линии растениеводства вопрос ещё до сих пор сейчас ещё не решённый. Но есть субсидирование именно инвестпроектов, частных инвестпроектов, которые приоритетное направление у нас называется. Если вот закладка, я бы у него сада есть. Стоит отмечать, что при инвестировании в строительство теплиц предпринимателям возместят треть затрат. Но даже такие условия уже не привлекают бизнесменов. Роман Копняев, Айбулат Жигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. За прошедший 2015 год в Западно-Казахстанской области высококвалифицированное бесплатное лечение получили 1835 человек. От начала этого года было пролечено более 300 человек. Для получения бесплатной медицинской помощи пациент вначале должен пройти обследование. При невозможности оказать помощь здесь, людей направляют на бесплатное лечение в крупные клиники Алматы и Астаны. Наши корреспонденты встретились с мамой одного из таких пациентов. В нашей области работают 50 медицинских учреждений. В Уральске действует 6 городских больниц, 1 областная больница и 1 детская областная больница. Кроме этого действует один городской роддом и областной перинатальный центр. Но и этого не всегда хватает для полного обеспечения населения медицинской помощью. В самых тяжелых случаях у жителей области появляется возможность получить ее бесплатно. По решению региональной комиссии направляется на получение в СМП. Проезд лечения производится бесплатно. Вопросы оплаты авиаперелетов по решению комиссии. Бесплатное медицинское лечение можно получить по нескольким причинам. Например, если в нашей области нет нужного медицинского аппарата. Или нехватка квалифицированного специалиста из-за, самое главное, очень серьезной болезни. Именно по этой причине бесплатную помощь получил сын София Надыршиной. Это лечение у нас в республиканских клиниках проводилось на бесплатной основе. И по приезду, по представлению документов соответствующих нам оплачивался проезд туда и обратно, как на поезде, так и на самолете. И я хочу сказать, что я не одна такая. Мы такие больные, тесно с друг с другом общаемся. И все они получили тоже в республиканских клиниках. Проживание, питание, а также дорога в медицинское учреждение финансируется государством. Эту систему одобрили депутаты областного маслехата. В Западоказахстанской области социальным патронатом охвачено более 60 детей. Эта новая форма опеки позволила снизить количество детей-сирот. В областном управлении образования отметили, что скоро в стране вообще не останется детских домов. Их заметят центры поддержки семей и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Как отметили в управлении образования, число детей-сирот снизилось более чем на 100 человек по сравнению с позапрошлым годом. Сейчас 80% детей находятся под опекой или патронатом. И лишь 20% в государственных учреждениях. Из 998 детей, 205 находятся в учреждении для детей-сирот. Остальные все находятся в семьях. Что касается патронатного воспитания, эта форма развивается вообще в Казахстане с 2004 года. В данный момент у нас сейчас на патронатном воспитании находится 160 человек в 120 семьях. Последний буквально случай принятия на патронатное воспитание – это три человека приняла семья, которая раньше уже брала на патронатное воспитание троих детей. Сейчас в очередь на усыновление стоит более 60 человек. 13 ожидают возможности взять детей под опеку или патронат. К патронатному воспитанию можно обращаться в городское отделообразование или же в районное отделообразование на местном уровне. Там есть перечень документов, они выдадут по этим перечень документов. Как они соберут документы, после этого они сделают заключение. После заключения они обращаются, им выдадут направление, и по этим направлениям они обращаются в детский дом. И оттуда будут выбирать детей. Набирает обороты и новая система социального патроната. Учреждения могут брать подростков под опеку. Различные учреждения и организации могут брать подростков под опеку, помогая им с трудоустройством и организовывая летний отдых. Но будущее все-таки за новыми учреждениями, которые придут на смену детским домам и центрам адаптации несовершеннолетних. С этого учреждения дети будут передаваться в приемные семьи. Бюджет учреждения определенный существует. Если с учреждения пошли дети в приемную семью, а приемная семья может взять не менее 4 и не более 10 детей, и с этого учреждения бюджет определяется в приемную семью. Но за учреждением остаются функции контроля за приемной семьей, оказания психологической помощи, юридической помощи, социальной помощи. Стоит отмечить, что таким образом происходит и значительная экономия бюджетных средств. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. В области увеличилось число угонов автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов решили проанализировать, с чем это связано. И выяснилось, что угон в основном происходит по причине легкодоступности и незащищенности машин. Ведь преступники угоняют только те машины, которые находятся во дворах жилых домов и на неохраняемых стоянках и парковках. Об этом и многом дорогом расскажет мой коллега Олег Великий. Он присоединяется к нам в студии. Здравствуй, Олег. Расскажи, почему же происходят угоны? Здравствуй, Сергей. Спасибо. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что угоны происходят в первую очередь из-за того, что сами автовладельцы халатно и безответственно относятся к сохранению своего железного коня. Только с начала текущего года в области уже совершено 33 угона автомобиля. Но здесь стоит отметить, что бывают случаи, когда на угнанной машине преступник попадает в ДТП или, куда хуже, совершает наезд на пешехода. Несовершеннолетний водитель, 99-го года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, которую он угнал, совершил наезд на пешехода 88-го года рождения. Во дворе жилого дома в микрорайоне Кунаева. В результате ДТП пострадавший получил перелом руки, но после осмотра медиками был отпущен домой. А сам водитель скрылся с места происшествия. В Уральске хулиган нанес телесные повреждения двум местным жителям. Случай произошел 9 марта. Неизвестное лицо, находясь на пересечении улиц Даулеткере и Ахмирово, из хулиганских побуждений избил двух граждан 1977 и 1986 годов рождения. В ходе разыскиваемых мероприятий был задержан гражданин М 1981 года рождения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 части 2 Уголовного кодекса республики. Также в ночь с 8 на 9 марта еще один хулиган повредил имущество, принадлежащее гражданину Ж. Неизвестное лицо повредил на автомобиле ГАЗ-53 госномер, автогазовое оборудование и разбил задние фары. На сегодняшний день в отношении злоумышленника ведется расследование. Принятыми мерами установлены и задержаны гражданин Т 1983 года рождения, по отношению которого следствием отделением Зачаганского отдела полиции ведется расследование. Любители легкой наживы продолжают обманывать наивных граждан. Один из таких случаев произошел на днях. Неизвестное лицо, прямо на улице, войдя в доверие обманным путем под предлогом изготовления мебели, завладел денежными средствами в сумме 300 тысяч тенге, принадлежащей гражданке А 1988 года рождения. Принятыми мерами установлен и задержан гражданин М 1971 года рождения. В настоящее время ведется расследование. И на этом все. Это были самые заметные события с начала этой недели. Сергей? Спасибо, Олег. А мы продолжаем наш выпуск. Пополнение в рядах партии Акжоу, члены областного предвыборного штаба, а также активисты молодежного крыла филиала партии посетили трудовые коллективы города Аксай. Во время предвыборных встреч избирателей более 200 новым членам партии были выручены партийные билеты. Подробности в сюжете. Первым делом заместитель руководителя областного штаба Каиржан Идиатов посетил торговый центр «Бестал». Здесь он встретился с партийцами и теми, кто только вступил в партию. Перед тем, как вручить партийный билет, Каиржан Идиатов рассказал о предвыборной программе партии Акжоу. Ну, учитывая, что я в кругу своих однопартийцев, я уверен, что вы нас поддержите на этих выборах. Одномандатников, конечно, по Аксайу мы тоже не стали выставлять. Мы сейчас ведем только агитацию за нашу политическую партию. После этого новым членам партии были вручены партийные билеты. Предприниматели, в свою очередь, выразили большую поддержку партии Акжоу. Партия Акжоу поздравила с праздником 8 марта. Предприниматели у нас являются избирателями, также являются членами партии. У нас торговый центр 100% является членами партии Акжоу. Партия Акжоу рассказала о своей программе. Сразу же после этого члены областного штаба и активисты молодежного крыла направились в торгово-развлекательный центр Жар-Суат, где также были вручены партийные билеты и прошли встречи с избирателями. Предприниматели торгового центра Жар-Суат поддержали предвыборную программу партии Акжоу. Я очень рада получить партийный билет и стать членом демократической партии Акжоу, так как считаю, что программа партии Акжоу очень прозрачная и защищает права каждого гражданина республики. После всех встреч Каяжан Идиатов подытожил поездку в Бурлинский район. Более 200 членов нашей партии получают сейчас партийные билеты. У нас крупные партийные организации первичные, в торговом центре Бестау, в торговом центре Жар-Суат и НК тоже. И вот сегодня идут митинги предвыборные, агитационные и соответствующая работа для того, чтобы мобилизовать наши возможности, силы для того, чтобы провести хорошую предвыборную кампанию в гвардиях САИ. Напомню, уже 20 марта состоятся выборы депутатов, как в Можилист Парламента Республики Астан, так и в местный Маслехат. И ваш выбор может стать решающим. Рустам Ашарипов, Мохаммед Консултанов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Раздольный разгуляй. Именно так в народе называют четверг на Масленичной неделе. Уральцы древний славянский праздник широко отметили в музее имени Емельяна Пугачева. Там уже по старой доброй традиции школьники, педагоги и краеведы собрались, чтобы попрощаться с наскучившей зимой. Она, хотя и поднадоела, провожали ее весело шутками, песнями и плясками. От таких проводов зима уходить не захочет, шутят ряженные школьники. Масленица в доме-музее имени Емельяна Пугачева стала одним из любимых праздников. Пасмурная погода не смогла испортить народное гульяне. Яркие костюмы ребят, песни, пляски подарили присутствующим заряд уже весеннего настроения. Каждый год мы празднуем Масленицу. Это древний славянский праздник с многочисленными обрядами, который дошел до наших дней сквозь веков. Это проводы весны, которые сопровождаются танцами, песнями. И, конечно же, обязательно это угощение блинов. Мы всех наших гостей сегодня угощаем блинами. Блины румяные стали настоящим символом весны. И как же тут зиме не растаять? Тут и девки с парнями силой мерятся, и в мешках добрые молодцы прыгают. Так что жарко становится. Финальным аккордом прощения зимой стало сжигание чучела. Горело оно быстро и ярко, значит весна уже на пороге. Марина Горбук, Дориан Досимбеев, Александр Грабриев, ТДК-42. Целебное лакомство на любой вкус. В Уральске продолжается выставка ярмарка меда из пасек Горного Алтая. Высшие сорта целебного продукта представлены в широком ассортименте по доступным ценам. На ярмарке представлен широкий ассортимент меда из пасек Горного Алтая, Башкирии и Юга России. Каждый сорт меда уникален своими полезными свойствами. Так, липовый незаменим при простуде. В продаже появился новый эспарцетовый мед, который обладает общеукрепляющим действием, помогает при ухудшении памяти. Также в продаже вы всегда найдете другую продукцию пчеловодства – пергу, пыльцу, маточное молочко. Уважаемые жители, гости города, приглашаем вас на ежедневную ярмарку меда, которая проходит в ДК «Зенит». У нас в продаже широкий выбор меда из пасек Горного Алтая, Башкирии и Юга России. Приходите, ждем вас. За время проведения ярмарки продукция полюбилась всем уральцам. Бахтагирей Германов вот уже который раз приобретает горный мед. После того, как удостоверился в том, что свойства меда действительно целебны, продукт стал неотъемлемой частью его рациона. Я постоянно прихожу сюда. Горный мед мне очень понравился. Он кровь восстанавливает, работу сердца улучшает. Да и вообще мед полезный. Мы каждый раз его берем. Продолжается акция. При покупке одного килограмма меда – килограмм в подарок. Ярмарка открыта ежедневно в фойе ДК «Зенит», а также в торгово-развлекательном комплексе «Сити-Центр» и на рынке «Аутеналма». В Уральске встретили сборную области, которая приняла участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. Они прошли в Петропавловске с североказастанской области. Западно-казахстанцы сумели завоевать призовые места. В состязаниях приняли участие воспитанники областного центра детско-юношеского туризма и экологии. Как отмечают специалисты, подобные мероприятия способствуют формированию здорового образа жизни, развитию навыков ориентирования на местности, то есть при помощи карты и компаса быстрее других преодолевать дистанции. Наша сборная выступала на всех дистанциях, во всех возрастах. Если сказать о результатах, то на дистанции длинная Иргусаева Наргиз заняла второе место, длинная средняя и спринта. На дистанции средние парни заняли призовые места. Также в феврале месяце они съездили на соревнования в Караганду. Там тоже были результаты. Вообще спортивное ориентирование на лыжу сейчас в области уже в течение, наверное, 5-6 лет очень активизировалось. Сами участники соревнований отмечают, что во многом их успехи зависят от наставников. Спортивное ориентирование, развито в Приурале, очень хорошо. Турнир проводится как летом, так и зимой. Соревнования были довольно нелегкие, трудные. Было три этапа. Это средний, длинный и спринт. Спринт – это легкий этап. Мне соревнования очень понравились. Все было на высшем уровне. Судьи были очень честными. А сейчас, дорогие телезрители, мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. На тысячи заключенных в Западно-Казахстанской области установили пробационный контроль. 1024 осужденным оказана различного рода помощь. Более 500 человек получили лечение. 8 осужденных смогли получить профессиональное образование. 97 лиц были трудоустроены. Эти меры являются отправной точкой в модернизации пенитенциарной системы. При этом необходимо отметить, что с 2014 года органами прокуратуры инициированы и реализуются проекты вместо тюрем-пробации и электронные браслеты. 10 мер по снижению тюремного населения. К слову, как отметили в прокуратуре, в настоящее время по области наблюдается значительное снижение лиц, осужденных к лишению свободы. В Казахстане намерены отменить запрет на установку кондиционеров на жилых домах. Об этом на брифинге сообщила Сауле Мустафаева, руководитель управления технического регулирования и нормирования комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной палаты экономики Республики Казахстан. Она подчеркнула, что запрет на установку кондиционеров и антенн касался только строящихся жилых домов. Однако это требование чиновники намерены изменить и убрать пункт о запрете, который касается именно жилых домов. Казахстанские налоговики могут выписывать штрафы всем бизнесменам, у которых при входе есть вывеска автомойка, стоматология, турагентство, салон красоты и прочее. На данный момент в законе Республики Казахстан о рекламе действительно существует пробел. Согласно обновленному законодательству, к объектам наружной рекламы не относятся объекты рекламы, размещаемые торговыми организациями, представителями общественного питания и сферы бытовых услуг. Причем к последней категории раньше относились определенные виды деятельности, однако в данный момент перечни объектов, оказывающих бытовые услуги, попросту не существует. Раньше действовало постановление Госкомитета от 1996 года об утверждении правил бытового обслуживания населения в Республике Казахстан. Оно перечисляло, что относится к бытовым услугам. Автомойки, кстати, не относились, но оно было отменено в 2004 году. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что это и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте www.tdk42.kz Всего вам доброго и не переключайтесь. Одежда ведущим предоставлена бутиками Промот и Купер. Торгово-развлекательный комплекс Сити-Центр. Спонсор прогноза погоды – ресторан Абадан. Ресторан Абадан. Банкетный зал на 300 человек и два вип-зала на 40 и 20 человек. Абадан. Сыра-Модатова, 53. Телефон 2568-55. Прогноз погоды на пятницу, 11 марта. Уральск. Ночью 0 градусов, днем плюс 2. Актау. 0, плюс 2. Актубе. Минус 1, плюс 2. Атарау. Плюс 3 ночью, плюс 8 днем. Кукшетау. Минус 10 ночью, плюс 3 днем. Костанай. Минус 17, минус 7. Казаворда. 0 градусов ночью, плюс 12 днем. Павлодар. Минус 12, минус 4. Петропавловск. Минус 14, минус 2. В Толдукургане. Минус 3 градуса ночью, плюс 4 днем. Тарас. Плюс 4, плюс 8. Усть-Креногорск. Минус 11, плюс 2. Караганда. Минус 7, плюс 2. В Шемкенте. Плюс 12 ночью, плюс 17 днем. Алматы. Плюс 2, плюс 11. В столице республики Астане. Минус 7 ночью, плюс 5 днем. Субтитры подогнал «Симон»!